Значит, техническим фаундером нашего проекта является Александр Кустовалов. Это Java-разработчик с 15-летним стажем. Соответственно, он знает, с какими проблемами, какие проблемы есть у разработчиков. И одной из достаточно весомых, мы считаем, проблему разработки интерфейсов для веб-приложений. Почему это проблема? Для больших продуктов это сложные интерфейсы, это трудоемкий процесс, это часто статический процесс, когда сложно что-то менять в процессе разработки. И для больших проектов, пока заканчивается время проектирования, технологии, на которых делался интерфейс, обычно устаревают, потому что очень динамично все развивается. У нас есть решение. Наше решение состоит из двух частей. Первая часть – это структор-паркет. Это место, где разработчики могут обмениваться компонентами, полноценными проектами, заготовками проектов на бесплатной основе или на коммерческой. И вторая, наиболее важная составляющая – это разработанный нами open-source инструмент, структор, который предоставляет возможность прототипирования, проектирования, разработки и сопровождения процесса разработки интерфейсов, построенных на базе React.js и Node.js технологий. Ну, рынок, технологии достаточно новый, рынок развивается очень динамично. Ну, в том числе, ну, например, по востребованности специалистов Node.js, React.js, особенно для React.js за последний год там порядка тысячи процентов возрастания. Еще какие есть проблемы, куда мы хотим выйти, это достаточно большой рынок enterprise-решений, которые были наработаны за последние 10-15 лет. У них интерфейсы уже, к сожалению, в основном устаревшие. Люди хотят перейти на новые, но это стоит денег, потому что надо либо нанять новых специалистов, либо обучить своих. С нашим инструментом это намного проще и можно решить силами существующих специалистов. Сам продукт – это локальный продукт, он устанавливается, запускается как веб-сервер, то есть он работает в браузере. Загрузив базовый проект, вы получаете набор компонентов от простых, то есть там кнопка, поле ввода до сложных, таблицы, связанные с базами данных, интерактивные графики и так далее. Вы можете просто комбинировать элементы, то есть делать такой прототип интерфейса, посмотреть, как это работает, как взаимодействует. Вы можете сгенерировать код, причем код вы можете редактировать как у нас, так и у себя в ИДЕ. Все взаимосвязано, все изменения будут сразу отображаться в билдере. Все, что вы сделаете в билдере, будете видеть в коде прямых конкурентов. По преимуществам есть одно серьезное преимущество. Мы генерируем код. В генерируемый код у разработчики относятся часто критически. У нас этот процесс универсален, то есть если разработчику не нравится код, он может сам разработать этот генератор. К деньгам. На данный момент у нас есть дорожная карта. Для полноценного выхода на глобальный рынок нам надо порядка 6 месяцев и с месячными расходами от 10 тысяч долларов. Это если очень вкратце. Спасибо. Не очень понятно, если честно, что вы продаете, потому что вы говорите, технологии быстро устаревают, и поэтому мы создадим технологию и еще одну технологию, которая будет почему-то не устаревать. На самом деле у нас инструмент, что я имел в виду? Я имел в виду, что мы можем помочь, тяжело успевать за технологиями, с нашими инструментами просто проектировать намного легче, потому что вы берете базовый проект, уже красиво склеенный, красиво написанный. Мы можем бизнесу предоставить, в том числе, как вариант услуги, разработка сложных компонентов, из которых им потом в достаточно простой форме нужно будет их компоновать. То есть не надо будет меньше кода, быстрее. А чем отличается это ДИ, я не понимаю. Вот реально ДИ позволяет все это делать. Зачем вам эта штука? Я не позволяю. Почему не позволяю? Прям нормальный ДИ может набросать компоненты, расположить, нарисовать, загенерить код. Смотрите, мы ориентируемся на React-технологию. Можно я в данном вопросе по бизнесу, что вы сейчас утонете деталями. То есть вы чью проблему решаете? Вы экономите время разработчиков во время выполнения проекта? На этом будете заработать? Да. А сколько таких заработчиков и о каких деньгах вообще идет речь? Значит, мы... Вот в идеальную компанию попал ваш проект. Они начали сколько денег экономить? На зарплате программиста? Сокращается время разработки, да. И можно обойтись менее квалифицированным специалистом. То есть у нас, как мы еще собираемся зарабатывать? У нас есть трактор-баркет, на котором мы предлагаем в том числе и сторонним разработчикам разрабатывать компоненты, через нас их продавать и получать процент. То есть в том числе и с этого процента. Рынок, на самом деле, достаточно большой и интересный. То есть реакт, технология от Фейсбука, она как бы немножко другой подход к построению интерфейсов предоставляет. То есть сейчас идет большой поток запросов на разработку веб-приложений, люди не справляются, а вы им помогаете справиться? Да. А на какой стадии вы сейчас? У нас есть разработанный продукт, у нас есть стратор-маркет, тоже запущенный, но он пока без коммерческих. То есть там только все в открытом доступе, но инструмент у нас... А сколько пользователей у вас? За последний месяц там было порядка 23 тысяч людей, которые... Сколько пользователей, тяжело сказать, потому что это инструмент, они его скачивают, да? А насколько они там активно им пользуются? Нет, просто я послушаю, что у вас большая активность. Да, достаточно. В форуме и прочее, прочее, прочее. Это тем, кто там в ремарке давали, React, но это продукт очень специализированный для программистов. То есть для программистов, которые там вот ищут простые, ну как бы вот, то есть там обычный человек с улицы, который хочет интерфейс, он идет на React, что он строит. Поэтому как бы, ну, но это большой международный рынок, поэтому вот у них все работает. Ну, то есть там в программифоруме первое сообщение, это 17 мая. Ну, ну. Open Source. Да. Почему Open Source, поясню, потому что базовые технологии, они Open Source, и комьюнити, оно агрессивно воспринимает, если вы на Open Source что-то начинаем продавать. Плюс оно нам дает очень динамический фидбэк, мы сразу корректируем очень быстрый инструмент, то есть это делает намного легче. По закрытому коммерческому продукту такого фидбэка не будет. Какие деньги? Деньги здесь на процентах, плюс мы, как вариант сервиса, предоставляем создание компонентов под конкретные бизнес-задачи. Например, если вы будете делать там, я не знаю, какую-то аналитику, мы делаем достаточно сложные компоненты с внутренней логикой там для аналитики. Которые потом намного, с ними намного проще будут. Время вышло, к сожалению, благодарю.